Одиннадцатиклассница Лада Черных пришла на собеседование в Пермский центр развития добровольчества. Эта общественная организация занимается формированием в Прикамье волонтерского корпуса к юбилею Победы. Мероприятий предстоит множество, нужны добровольные помощники. Лада рассказывает, в 80-й школе, где она учится, есть волонтерский отряд. Старшеклассники навещают пожилых людей в геронтологическом центре, помогают им чем могут, привлекают к общественной работе и ребят из младших классов. Мы, например, организовывали субботник на территории геронтологического центра, а потом на праздники мы готовим подарки. Это приятно для меня самой. Мне нравится дарить, мне нравится помогать людям, быть полезной кому-то. В Центре развития добровольчества поясняют, в нашем регионе планируется набрать около 200 волонтеров. Им предстоит благоустраивать территорию возле военных монументов, участвовать в общественных акциях, таких как «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и, конечно, в Параде Победы, а также помогать ветеранам, в том числе и во время праздничных мероприятий. «Специализация помощи, она вообще разная. Это от логистики, чтобы кому-то помочь, что-то принести, где-то что-то выгрузить, до сопровождения ветеранов, работы со средствами массовой информации, работы с какими-либо партнерами. Основной критерий – это заинтересованность и инициатива волонтера». В марте пермская команда волонтеров пройдет обучение и заступит на трудовую вахту. Из 200 человек будут выбраны самые инициативные и организованные. Они отправятся на главные юбилейные мероприятия – Парады Победы в Москве и в Севастополе. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.